В 1974 году наш Приволжский военный округ был награжден Орденом Красного Знамени. Участники парада выходят под сопровождение сводного архива, который становится участником большого количества мероприятий во всем Самарском гарнизоне, а также за его пределы. Парад памяти 7 ноября, возложение ленков, торжественные собрания, Союз Бессмертной и Кусары был разработан и уже реализуется проект «Летние вечера духовной музыки». 5 июня этого года состоится открытие третьего сезона, куда ждем всех любителей духовой музыки. Парад! Под государственный флаг Российской Федерации И знамя победы! Смирно! Для встречи слева! На крат! Хоу! На площадь Куйпышуан вступает Знаменная Купа. Она выносит государственный флаг Российской Федерации И знамя победы! Это официальная копия боевого подмищества 50-й средствового ордена Кутузова Идритской дивизии 79-го корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, возоруженного на Грехстарху. Знамя победы является государственной реликлией и официальным символом победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Составляю вас 78-й годовщиной победы Великой Отечественной войне! Ура! 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 Взглавляет парадный строй начальник отделения технической защиты информации капитан Шломов. Взглавляет парадный строй Садецкий корпус Авангарда Не так же, как он будет на площадь. Встречает военную технику. Первым на площадь вступает легендарный танк Т-34. На танке идет командир механизированной колонны парада, начальник военно-танковой службы майор Павловский. Впереди боевых расчетов идет эксклюзивный образец бекаба УАЗ-Патриоты. На площадь вступают два бронетранспортера БТР-80. Выходит новейшая сетка бронетранспортера Ахмад, созданный на базе серийного КАМАЗа уже в пути специальной военной операции. Основная особенность нового броня автомобиля в том, что он изготавливается очень быстро, что позволяет вставлять автомобиль в зону пробудет действий в кратчайшие сроки. На площадь проводят автомобили Урал, которые буксируют по Аблице П-30. Советская армия и это артиллерийское орудие было основным оружием двуховой и дивизионной артиллерии. Парадный марк продолжает модернизированная техника связи. Это комплекс полного поколения МР-431М и МР-416. Благодаря этой технике войти и части соединения создают устойчивую и защищенную связь. Замыкают парадный строй механизированной колонны гендарды автомобилей Камского автомобильного завода. Неизменные помощники современных вооруженных сил. На базе этих автомобилей создано множество специальных комплексов.